Украинские националисты и пособники Гитлера теперь тоже ветераны. Кто они и чем известны? Украина, бывшая СССР. Полночь одна, 10 мая 2019 не хуже Бандеры. Украинские националисты и пособники Гитлера теперь тоже ветераны. Кто они и чем известны? Фото, Александр Мазуркевич, РИА Новости. Весной на Украине вступил в силу закон, уравнивший в правах всех участников Второй мировой войны. Отныне ветераны Красной Армии и пособники Гитлера из числа украинских националистов получили общий статус борцов за независимость и одинаковые льготы. Помимо членов Организации украинских националистов Украинской повстанческой армии ОУНУПА, движение запрещено в России. В список национальных героев попали их менее известные единомышленники. Лента.ру изучила, кто они, чем знамениты и какой вклад внесли в борьбу за независимость Украины. Новые герои. Утром 6 декабря 2018 года в Верховной Раде Украины царило небывалое оживление. Депутаты отмечали День Вооруженных Сил Украины, и поэтому случайно готовились принять очередной патриотический закон. Еще летом в парламенте решили уравнять в правах советских ветеранов и бойцов Украинской повстанческой армии, УПА, и вот торжественный миг голосования настал. Главным героем того дня стал 85-летний Юрий Шухевич, сын знаменитого командира УПА и по совместительству командира немецкого карательного батальона Нахтигаль Романа Шухевича. Он не только был разработчиком законопроекта, но и прямо в ходе обсуждения уговорил парламентариев дополнить список борцов за независимость еще несколькими категориями националистов. Ветераны УПА у памятника командира украинской повстанческой армии Романа Шухевич В.С. Белогорща. Фото – Александр Мазуркевич, РИА Новости. Помимо УПА, боевиков Организации украинских националистов, ООН, Полевской сечи и атамана Бульбы Баровца и Украинской национальной революционной армии, список героев пополнился Украинской войсковой организацией и Организацией народной обороны Карпатская сечь. Петр Порошенко, и уже 26 марта документ вступил в силу. В результате в украинском законодательстве сложилась парадоксальная ситуация, когда героями признаются и бойцы войск НКВД, преуспевшие в ликвидации незаконных вооруженных формирований на территории СССР, и националисты, которых эти бойцы гоняли по лесам Западной Украины. Но если с военнослужащими НКВД и Красной Армии все более-менее понятно они служили Советскому Союзу, то представление о том, что все украинские националисты в период Великой Отечественной войны тоже сражались за общую идею, было бы ошибочным. В действительности же 1930-1950-е годы на Западе страны шла ожесточенная борьба и конкуренция различных подходов к созданию истинно правильной Украины, а начиналось все с небольшой группы иммигрантов, покинувших страну после поражения Украинской Народной Республики в борьбе с большевиками. Дмитрий Донцов, фотография 1907 года, фото, Вейкопедия. Примкнув в Кува, Донцов стал выступать за отказ от всяческих дискуссий с оппонентами и за решительные радикальные действия ради реализации национальных интересов. Суть своей идеологии он изложил в декологии украинского националиста, который начинается с наставления «Да будешь украинское государство или погибнешь в борьбе за него». Также истинному патриоту предписывалось мстить за смерть товарищей, ненавидеть врагов нации и, само собой, гордиться трезубым. Борьба началась, как полагается, с террора в отношении тех, кто проводит антиукраинскую политику или поддерживает ее. Осенью 1921 года бывший офицер Голицкой армии Федак совершил покушение на диктатора Польши Узефа Пилсудского. Украинец оказался плохим стрелком и лишь ранил одного из соратников польского лидера. В других случаях украинские террористы действовали эффективнее. Например, осенью 1926 года жертвой Романа Шухевича стал польский школьный куратор Ян Сабинский, которого и обвинили в преследовании украинских детей. Всего же националисты на Западной Украине в 1920-е годы ежегодно убивали десятки поляков и сочувствующих им соотечественников, учителей, чиновников и политиков. Степан Бандера Пластун Куриня-Червона Калина. Фото 1929 или 1930 года фото, Wikipedia 1.3. Существенную помощь в деле противостояния польской власти на украинских землях оказывали немецкие спецслужбы. Проигравшие Первую мировую, но не сломленные, немцы с начала 1920-х начали готовиться к реваншу. Украинские националисты из УВА и ОУН выступили их естественными союзниками. Для подготовки украинских боевиков Абвер, военная разведка Германии, организовал два центра по подготовке диверсантов в Мюнхене, один в формально нейтральном Гданьске. Школу для подготовки полицейских кадров в Берлине немцы весьма активно поддерживали УВА и ОУН. М.